Следующий у нас докладчик – это Вероника Викторовна Клименко из Санкт-Петербурга. Она представит оценку предиктивной прогностической ценности молекулярных маркеров в оценке эффективности предоперационной токсансодержащей химиотерапии. Вот я бы уже сразу придралась. Два слова оценки в названии. Глубокоуважаемый президент, глубокоуважаемые коллеги. Позвольте вам представить доклад, посвященный оценке предиктивной прогностической ценности молекулярных маркеров в оценке эффективности предоперационной токсансодержащей химиотерапии рака молочной железы. Неодевантное системное лечение местно распространенного рака молочной железы – это универсальная модель для изучения лекарственных средств, позволяющая за короткий период по степени достижения патоморфологического ответа опухоли судить об эффективности препарата в одевантном режиме. Оксфордские обзоры и другие метаанализы ясно показывают, что эффективно неодевантная цитотоксическая терапия очевидно эквивалентна одевантной терапии, если судить по показателям общей и безрецидивной выживаемости. Выявление молекулярно-генетических маркеров с целью персонализации неодевантной терапии позволит назначить лечение правильному больному правильное лечение. Целью исследования являлось персонализировать системную неодевантную химиотерапию в зависимости от наличия предсказывающих эффективность маркеров рака молочной железы. На данном слайде представлен дизайн нашего исследования. Критериями включения являлись наличие местно распространенного рака молочной железы, были оценены стандартные маркеры, определенные иммуногистохимическим методом, включающие рецепторы эстрогена, прогестероном и фернию-2, а также экспериментальных маркеров, определенные молекулярно-генетическим методом. Это бета-табулины третьего класса, топоизомираза-2-альфа и БРК-мутация. Степень распространения опухоли мы определяли при помощи сонной эластографии, маммографии, мамосцинтиграфии, компьютерной томографии грудной и брюшной полости. И также всем пациентам была определена фракция выброса левого желудочка. Пациенты были распределены на две группы. Первая группа пациентов получала химиотерапию по схеме ТАК, и вторая группа получала химиотерапию по схеме ТЦ в стандартных дозировках от 4 до 6 курсов. Все пациенты после проведения неодевантной терапии были подвержены хирургическому лечению. Объективный ответ опухоли мы проводили при помощи маммографии, мамосцинтиграфии, ультразвукового исследования сонной эластографии. Оценка патоморфологического регресса опухоли оценилась на основании классификации Миллер-Пайн и РСБ в зависимости от биологического подтипа опухоли и экспрессии экспериментальных маркеров. На данном слайде представлено распределение больных местно распространенного рака молочной железы в зависимости от биологических подтипов опухоли, суррогатных подтипов. Распределение больных местно распространенного рака молочной железы в зависимости от экспрессии молекулярных маркеров определялось по экспрессии бета-табулина третьего класса, тупоизомираза и БРК-мутации. Оценка лечебного патоморфологического регресса оценивалась при помощи двух классификаций Миллер-Пайн, которая включает в себя 5 степеней, и РСБ, которая включает в себя полный регресс, низкую степень, промежуточную и высокую. Планирование предоперационного системного лечения должно учитывать биологический подтип. Частота достижения полного патоморфологического регресса опухоли и значимого патоморфологического регресса опухоли по Миллер-Пайн продемонстрировала явная значимость в HER2-позитивном и трижды негативном подтипе рака молочной железы. Также по классификации РСБ, которые результаты мы получили совсем недавно, также продемонстрировано увеличение достижения полного патоморфологического регресса опухоли в HER2-позитивном и трижды негативном раке молочной железы. Данный рисунок нам демонстрирует совпадение по достижении полного патоморфологического регресса опухоли по классификации Пайн-Миллер и РСБ. Расхождение результатов в других группах 1, 2, 3 по РСБ свидетельствует о том, что классификация РБС все-таки включает в себя оценку и как ложе опухоли, так и лимфатических узлов, а классификация Миллер-Пайн все-таки оценивает ложе опухоли. Но существует все-таки разночтение в достижении полного патоморфологического регресса при трижды негативном раке молочной железы и в чистоте трехлетней бессобытийной выживаемости. Низкий уровень экспрессии матричной РНК генотабулина 3 класса является достоверным предиктивным фактором достижения полного патоморфологического ответа опухоли на токсан, содержащую химиотерапию. Высокий уровень экспрессии матричной РНК гена топоизомираза 2 альфа повышает частоту значимого и полного патоморфологического регресса опухоли по сравнению с низким уровнем экспрессии топоизомираза 2 альфа. Сочетание высокой экспрессии топоизомираза 2 альфа и низкой экспрессии бета-табулинов 3 класса в отношении достижений полного патоморфологического регресса и значимого патоморфологического ответа является достоверным предиктивным признаком на токсан-антрациклин, содержащую химиотерапию. Установлена высокая эффективность токсан-антрациклин, содержащей химиотерапии, у пациентов БРК ассоциированных. При сравнении полного патоморфологического регресса и результатом трехлетней бессобытийной выживаемости по классификации РБС отмечено при достижении полного патоморфологического регресса увеличение бессобытийной трехлетней выживаемости при полном. Более рельефные данные получены при достижении полного патоморфологического регресса по классификации Миллер-Пайн, которая слева. Учитывая возникновение риска рецидивов и в течение прослеживания трех лет отмечено увеличение бессобытийной выживаемости у пациентов с низкой степенью злокачественности. У больных местно распространенного рака молочной железы в опухоли до начала лечения при низкой экспрессии бета-табулинов третьего класса отмечено увеличение трехлетней бессобытийной выживаемости в отличие от высокой экспрессии бета-табулинов третьего класса. Также отмечено увеличение трехлетней бессобытийной выживаемости у пациентов с высокой экспрессией топоизомираза 2-α. Сочетание низкой экспрессии бета-табулинов третьего класса и высокой экспрессии топоизомираза 2-α также является достоверным признаком увеличения трехлетней бессобытийной выживаемости. Определение клинических, морфологических и молекулярно-генетических характеристик опухоли позволит составить персонализированный план неадъювантного лечения у больных местно распространенного рака молочной железы, а также повысить эффективность химиотерапии в группах определенной ПЦР, детекции и экспрессии бета-табулинов третьего класса топоизомираза 2-α и БРК-мутации. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Вероника Викторовна. Коллеги, какие есть вопросы? Тогда у меня есть вопросы. Все-таки методологически Вы что определяли? Каким образом Вы определяли уровень экспрессии? Это было молекулярно-генетическое исследование или иммуногистохимическое исследование? Определение экспрессии бета-табулинов третьего класса топоизомираза 2-α мы определяли в молекулярно-генетической лаборатории нашего института, института онкологии имени Петрова при помощи молекулярно-генетического анализа. То есть Вы так сослались, то есть это делали они. Вы интерпретировали результаты уже непосредственно Вы клинические? Совместно мы это выполняли. Какой уровень экспрессии Вы брали как отправной для табулина? Для табулина брали уровень экспрессии, начиная от минус 0,1 по степени. Это нам были данные даны, и мы совместно делали распределение с генетиками. А для топ-2 альфа-изомираза? Топ-2 альфа-изомираза, там были значения и 2,0 входили в это. И Вы считали, что 2,0 это уже достаточно отправной высокий уровень? Ну да. Понятно. Еще есть вопросы? Елена Михайловна, мы все хорошо знаем Вашу работу. Вероника Викторовна, Вы, я думаю, много пропустили, что они были в первый день. Елена Михайловна докладывала, как раз тема схожая. Единственное, что там используются матричные технологии, которые, конечно, возможности их высоки, но и стоимость близка к возможностям. В Вашей работе использован метод РТПЦР, и, конечно, уровень топ-2 альфа-изомираза и тубулина, его, конечно, надо знать, чтобы интерпретировать в высокий или низкий уровень. Я просто хочу сказать, для практического здравоохранения вот те данные, которые Вы показали, они весьма интересны, тем более, что РТПЦР это все-таки не матричная технология по стоимости. Наоборот, это, кстати, очень… Я не зря задала вопрос, и без всякой каверзы, я прошу прощения, тут такая реклама прозвучала, вот у Вас тоже такие данные. Нет, нет. Наоборот, мы тоже идем к тому, чтобы отойти от микроматричного анализа, который действительно очень дорогостоящий, к цифровой ПЦР. Раз Вы имеете, наоборот, у Вас, так сказать, еще больше перспективы. В 10 раз отличается стоимость. Мы за больного платим 35 тысяч рублей, или 30 сейчас, как оптовые клиенты в лаборатории Афиметрикс. А Ваше исследование, если Вы выполняете в своей лаборатории, то оно порядка 3 тысяч рублей. Разница есть, почувствуйте, называется, разницу. Но я-то сейчас хочу сказать о другом. Вот все-таки определение вот этих всех параметров, это же не самоцель просто посмотреть, так сказать, уровень от того и сего. Каким образом у Вас это сочеталось с эффективностью? Вот данные какие-то, или, может быть, я просмотрела что-то, или… Вот мы определяем маркеры ведь для чего-то, не просто так, не просто сказать, что высокий уровень, топ-2, там, или… Это известный фактор. Это единственный предиктивный маркер, на который, так сказать, весь мир ссылается до сих пор. Может быть, он не вошел, так сказать, в стандарты, но он и одобренный FDA и так далее, и так далее. Это уровень экспрессии топ-2 из Амиразы и амплификация топ-2. Вы показали еще, действительно добавляйте. Вот у нас, ну, может быть, я так говорю, что тубулин третьего класса, он немножечко более спорный, потому что, по нашим данным, мы действительно получили, что когда мы имеем соматическую делецию берсей в ткани опухоли, мы не получали эффективность токсанов. Но это все в плане науки. У Вас какая эффективность? Это же для чего-то Вы их маркеры, которые… предикторы, по сути дела, да, маркеры эффективности. Каким образом они сочетались у Вас с данными по достигнутой эффективности? Когда нужно что выбирать? Что Вы доказали вот этой работой? В чем ценность ее вот по полученным результатам? Наша работа продемонстрировала в зависимости от полученных результатов топа из Амиразы, допустим, при высокой экспрессии топа из Амиразы 2 альфа эффект на антрациклины был выше в группе, нежели у кого топа из Амиразы была низкий уровень имела. И в бета-табулинах у нас была получена такая… статистически достоверная была, что при низкой экспрессии бета-табулина в 3-го класса эффект на токсаны был гораздо выше, чем у пациентов с высокой экспрессией бета-табулина в 3-го класса. Ну, это, в общем, действительно достойный результат, интересный. Но вот сейчас Вы можете каким-то образом практическое применение этого найти? Вот сейчас Вы эти все данные определяли по биопсийному материалу? Мы брали на… Именно топа из Амиразы и бета-табулина смотрели на материале, получен на трепан-биопсии до начала лечения. Всем пациентам без исключения выполнялось. Это являлось отправной точкой или, может быть, в последующем показанием к выбору схемы? Я вот к чему все веду. Мы же для чего-то это делаем? Нашими исследованиями это не являлось. Мы брали общую группу… Вы просто пока посмотрели ретроспективные анализы. Это было первое исследование, начало работы. Сейчас мы смотрим более прицельно. Взяли новые маркеры, классификацию новую ввели по полному патоморфозу. РСБ еще присоединили. В общем-то, работа идет на эту тему, поэтому… Но это была отправной точкой. Мы всех пациентов разделяли независимо, ни по каким, в общем-то, параметрам. То есть вы отталкивались от того, что антрациклины и токсаны есть золотой стандарт для лечения больных раком молочной железы, и теперь только пока имеете оценку ретроспективную, но не используете это для проспективного назначения или выбора схемы? Ну вот в данный момент на этих пациентов пока нет. Пока нет. Нет, исследование-то, вот насколько его докладывали, если я помню его хорошо, то оно перспективное. Просто выбора схем не было. Назначались антрациклины и токсаны, смотрели группу пациентов, значит, и итоги работы, у кого взаимосвязь тубулина и токсанов определена, и, соответственно, топа-2 аэрофа и антрациклинов. Из дальнейших направлений, может быть, я вот так просто сейчас сижу, думаю, может быть, что у кого нету, соответственно, этих маркеров, не надо назначать токсаны, хотя они тогда были дорогостоящие три года назад, а сейчас стоимость их значительно снизилась. Будем надеяться, что и маркеры, стоимость маркеров тоже будет снижаться. Вот Гульфия Медхатовна. У кого микрофон, коллеги? Или не коллеги? Как часто Вы видели высокие токсинки и низкие топ-2? И все-таки так самое, что это разрушение к золотой стандарту лечения ракомолочной штуки. И не зная, что в клипках всегда назначают эти препараты наиболее эффективны. Практически всегда мы видим эффекты, по крайней мере, стабилизации. Казуистика, когда на этих препаратах, это продуктивно. Но мы не видели. Как часто Вы видели высокий топ-2 и низкий топ-2? Гульфия Медхатовна, такие пациенты были. У нас же были две группы. У меня даже по выживаемости есть слайд, где обозначена, допустим, выживаемость у группы с высокими топоизомиразом и низкая бета-табулина третьего класса, и группа с другим сочетанием. То есть такие пациенты были у нас. У Вас была цель определить выживаемость или все-таки определить алгоритм для назначения химиотерапии и выбрать для наиболее оптимальной схемы? Или Вы стремились к этому выживанию? Изначально, когда только мы начинали набирать пациентов, мы смотрели и на эффективность предоперационной химиотерапии. Но эта работа уже длится с 2010 года. То есть постепенно мы присоединили и посмотрели выживаемость этих пациентов в зависимости от экспрессии маркеров. То есть больше выживаемости. Хорошо. Ну, сейчас уже смотрим, да. Спасибо. Проследили.